Всем привет, с вами Алексей Гончару и на идею создания этого видео меня натолкнул такой комментарий, который пару недель назад человек оставил к видео замена патрубков системы охлаждения, написал жалко не показали как антифриз лить. Я думаю, ну как не показал, в описании же есть ссылки, все-все показывал, рассказывал, упоминал и так далее. Но я раздосадованный, написал ему ответ. Жалко, что вы не смотрите видео полностью, не умеете пользоваться подсказками, конечными заставками, не умеете читать описание к видео и не умеете пользоваться поиском видео по каналу. Потому что я точно знаю, что всю эту информацию я указывал. А потом подумал, подумал и решил записать это видео, потому что подумал, а возможно люди и правда не умеют пользоваться каналом и не умеют искать видео, либо не умеют находить какую-то информацию. И также с удивлением для себя обнаружил, когда решил проверить эту информацию, обнаружил одно единственное видео на весь русскоязычный YouTube, где автор записал видео для своих зрителей, как им пользоваться YouTube каналом. Поэтому, собственно, это видео и записываю. И возможно эта информация будет для кого-то смешной, а для кого-то, возможно, окажется полезной, потому что далеко не все люди умеют обращаться с компьютером на «ты», умеют пользоваться YouTube и так далее. Ну и давайте сейчас смоделируем эту ситуацию, как будто, допустим, я наткнулся на видео, посмотрел и потом покажу вам, расскажу, какие есть возможности у вас, как зрителей, в пользовании YouTube каналом. То есть, к примеру, открою это видео сейчас в режиме инкогнито, то есть смоделируем ситуацию, как будто я посторонний зритель, не подписчик, попал на канал. То есть, допустим, вот искал и по запросу нашел видео, то есть открываю его в новой вкладке и начинаю смотреть. То есть, видео загрузилось и начинаем смотреть. Видео работает, все воспроизводится. Теперь, сразу забегая вперед, то есть, если внимательно посмотрим на правую сторону, где YouTube подсовывает похожее видео, то есть, вот видим, как бы, продолжение истории, как раз вопрос, который был задан в комментарии, то есть, замена Татсоло. Также я стараюсь в описании к своим видео делать, так называемую, перелинковку, то есть, ссылки на прошлое и следующее видео. То есть, вот прошлое видео, замена Татсоло на ВАЗ-2109 от АДАЯ. Как раз это самое видео, которое находится и здесь. Ну, согласен, это делают не все, то есть, это мое личное решение, поскольку я часто сталкивался с такими каналами, на которых приходишь смотреть видео, там автор что-то рассказывает, говорит, вот, там, ищите на канале, я снимал видео, вот, про то-то. Как это видео называется, ни в названии, ни ссылке, ничего, ни подсказок, ничего, то есть, крайне неудобно. Поэтому я для себя решил, что я свой YouTube-канал буду вести максимально удобно для зрителя, то есть, чтобы информацию можно было найти несколькими способами. Один из таких способов, это подсказки. То есть, вот этот значок в плеере, так, не очень сейчас хорошо видно, ну вот, то есть, вот этот кругляшок отвечает за появление подсказок в момент воспроизведения видео. Но, если у вас в настройках они выключены, по умолчанию они всегда включены, но, возможно, они у вас будут выключены. То есть, вот, если ставится переключатель в положение выключено, здесь они называются аннотацией, то вот этот кругляшок и подсказки, они просто отображаться не будут. То есть, раз они не отображаются, то увидеть их невозможно. Поэтому, для себя, рекомендую, чтобы у вас в плеере переключатель на аннотации всегда был включен. Как они работают? То есть, сейчас дождемся, покажу, в какой момент, где-то здесь, подсказка должна появиться. То есть, если они включены, то в какой-то момент времени, во время воспроизведения, всплывает вот такая подсказка, которая ведет, вот, пожалуйста, вот она, которая ведет на какое-то видео, которое привязано к показу в этот момент времени. Если мы нажмем на нее, то есть, раскрывается. И вот первая подсказка, которая показывается в этот момент времени. Нажимаем, открывается новая вкладка, и здесь начинается воспроизведение этого видео, которое в этот момент было включено в подсказку. То есть, функция удобная, чем-то даже полезная для зрителя. То есть, можно получить какую-то дополнительную информацию. То есть, если я в какой-то момент времени, в каком-то видео упоминаю какое-то из видео, я стараюсь его добавлять в подсказку в этот момент. И последнее время стараюсь еще это дублировать здесь в описании. То есть, опять же, для удобства зрителя. Но это лично я, то есть, моя инициатива. Не факт, что далеко не все авторы на YouTube так делают и так себя ведут. То есть, я просто стараюсь максимально использовать функционал, который доступен. YouTube позволяет в одно видео максимально добавить пять вот таких подсказок. Ну, я где добавляю пять, где четыре, где меньше, в зависимости от продолжительности видео и так далее. Для чего они нужны? Ну, во-первых, если какая-то информация перетекает из одного видео в другое, допустим, как продолжение истории, то это будет полезно, чтобы человек мог найти начало, посмотреть, окунуться, так сказать, во всю суть происходящего и понимать. Ну, а с другой стороны, поскольку есть такие подсказки, то в конечном итоге, если человек, у него есть какое-то любопытство, любознательность, и он ищет информацию, он эту информацию получит, то мне в конечном итоге, как автор, это дополнительные просмотры. То есть, человек посмотрит не одно видео, а несколько, допустим. Собственно, для этого они и делаются эти подсказки. То есть, в принципе, удобный функционал. Также нужно заметить, что в конце есть так называемые конечные заставки. Это появляющиеся такие окошки. То есть, вот 4 таких окошки. Каждая из этих окошек идет также на какое-то видео. То есть, здесь можно настроить плейлисты, видео и так далее. Теперь, как же, допустим, перейти на канал, если, допустим, посмотрел человек одно видео, но не нашел, не увидел, мало ли, не увидел. То есть, самый простой вариант. Прокручиваем страницу проигрывателя вниз, и, допустим, если у нас страница плеера выглядела вот так, то описание будет свернуто. То есть, будет видна вот эта ссылка еще. Нажимаем ее, раскрываем, и здесь уже возможно будет еще какая-то дополнительная информация. Но самый простой вариант, это перейти на страницу канала. То есть, под каждым видео сразу же будет аватарка автора и название. В моем случае это Алексей Гончаров Live Video. То есть, это активная ссылка. Нажимаем на нее, переходим на главную страницу канала. Главная страница канала, говорю сразу, у всех может быть выглядеть абсолютно по-разному. То есть, настройки этого отображения, главной страницы, они меняются. И каждый автор настраивает ее по своему творческому усмотрению, по своему видению. Я для себя решил настроить так, что у меня будет на так называемый тизер канала. Это будет самое новое видео, самое последнее запубликованных. То есть, вот самое новое видео, которое я публиковал два дня назад. Это видео про смартфон, и вот это же самое видео я его вставляю сюда. То есть, если, допустим, человек впервые попал на канал, попал на главную страницу, возможно, его видео заинтересует. Но суть в том, что главное видео, как только, вернее, как только открывается главная страница, это видео автоматически начинает воспроизводиться. То есть, возможно, человек каким-то образом посмотрит, ему станет интересно. Дальше идет раздел «Все видео», вот. Потом идет раздел «Плейлисты», и здесь «Интересные каналы». И также, вот, каким-то образом, YouTube в автоматическом режиме вставил сюда раздел «Коротких видео». То есть, это мое очень старое видео, оно коротенькое, и вот он каким-то образом сгенерировал сюда, хотя я этот раздел не добавлял. Но это какие-то новшества, то есть, YouTube постоянно обновляется, какие-то функции добавляются и так далее. Как вы можете понять, раздел «Главная страница», он не на 100% информативен. То есть, здесь мы не сможем увидеть все видео. То есть, если, допустим, я попробую пролистать, то все видео я здесь не увижу. Все, пролистывание заканчивается. Возможно, многие люди и не находят информацию, потому что они не знают, что здесь все видео увидеть невозможно. Есть каналы, на которых вообще нет никакой информации, либо просто одно видео, либо стоит какой-то один-единственный плейлист. Так вот, чтобы все видео увидеть, нужно перейти в разделы, которые вот здесь указаны под шапкой. То есть, нужно зайти в раздел «Видео». Сейчас о нем подробнее расскажу, но давайте пройдемся по остальным. Значит, здесь «О канале» – это текстовое описание канала. То есть, здесь я написал, что это, грубо говоря, мой канал о жизни. То есть, какой-то текст, описание может быть, может не быть. Ну, мало ли, если человеку интересно, то есть, хотя бы примерно понять, в чем видео. Дальше, здесь можно посмотреть суммарную статистику по каналу. То есть, дата регистрации аккаунта. То есть, первое видео на канал не обязательно загружено в эту дату. То есть, это именно дата регистрации аккаунта. И суммарная статистика по суммарным просмотрам всего канала. Раздел «Каналы». Здесь можно добавлять какие-то интересные каналы. То есть, если вы хотите кого-то, как автора, отрекламировать, возможно, там за вознаграждение, то сюда можно добавить какие-то ссылки. Я, кроме своего старого канала, ничего сюда не добавлял. Разделе «Сообщество», который появился относительно недавно. Некоторое время назад его не было, по-моему, еще в прошлом году. YouTube добавил сюда. То есть, это некая, как лента, в которую можно добавлять текстовую какую-то информацию. Вставлять картинки, видео и так далее. То есть, допустим, вот месяц назад на канале было 25 тысяч подписчиков. Я сделал вот такую запись. Потом здесь была рекомендация посмотреть видео с моего другого канала, поскольку здесь касается информационного лога. Ну и также можно вставлять опросы. То есть, вот так же я сделал опрос. Ссылка на это видео будет в описании. Возможно, вы его уже видели. Раздел «Плейлисты» — это когда видео формируется по каким-то тематикам. Плейлистов тоже может быть разное количество. То есть, это как же, опять же, на усмотрение автора. То есть, можно создавать. Даже если вы не создаете видео, но у вас есть свой YouTube-канал, вы также можете создавать плейлисты из чужих видео. То есть, YouTube позволяет это делать. Вы можете чужие видео объединять в какие-то свои тематические плейлисты. И у вас этот плейлист будет расположен у вас в разделе «Плейлисты». То есть, YouTube это позволяет. Это не является нарушением авторского права. То есть, вы просто по ссылке формируете плейлист, и он у вас лежит. Допустим, если вы к какой-то информации периодически возвращаетесь, просматриваете, чтобы ее не терять. То есть, такая удобная функция. Ну, давайте на примере. То есть, вот к примеру, плейлист, который я относительно недавно создал. То есть, ремонт. Как смотреть. Нажимаем «Просмотреть весь плейлист». И можем увидеть те видео, которые добавлены в этот плейлист. То есть, я его создал относительно недавно. Здесь есть возможность, то есть, вот как раз этот «Создать плейлист». Дальше вот здесь опция «Посмотреть видео, которое удалено». Вот я не помню, какое-то видео я загружал. Да, загружал, удалил. Оно здесь осталось. Нужно будет потом отредактировать, чтобы это видео здесь не светилось. То есть, это как бы функция такая, которая доступна мне, как автору. Опять же, если вы создали плейлист из чужих видео у себя на канале, то если те авторы поудаляют видео, то у вас тоже будет вот такая картина. Поскольку видео не ваше. Для просмотра плейлиста можно тыкнуть на любое видео, и начнется автоматическое воспроизведение. Если там следующее видео, следующее в очереди и так далее. То есть, начнется проигрывание плейлиста с того видео, в котором вы начнете смотреть. Также здесь есть вот такой значок. То есть, включить повтор плейлиста. Либо значок случайного воспроизведения. То есть, порядок воспроизведения будет постоянно меняться. Если, допустим, мы включили, нажимаем следующее, и следующее видео будет не то, которое было по очереди, а совсем другое. То есть, в каком-то случайном порядке начнется воспроизведение видео. Ну, такая функция для пользования плейлистами. Давайте вернемся на канал, и посмотрим, как же все-таки найти все видео. И самый главный раздел – это раздел «Видео». То есть, именно в разделе «Видео» можно увидеть все эти видео, которые загружены на канал. По умолчанию YouTube показывает вот здесь загрузки. То есть, загрузки – это как бы все видео, которые загружены. Если в таком положении страница открывается, то есть, раздел «Видео» открывается, то для того, чтобы увидеть все видео, которые загружены, нужно прокручивать страницу до конца вниз и дожидаться подгрузки. То есть, до тех пор, пока YouTube подгрузит все те видео, которые присутствуют на канале. То есть, сразу они не появятся. Нужно именно вручную листать и смотреть. Второй вариант отображения здесь – это вариант «Все видео». Если мы поставим вот отображение «Все видео», то вот эта страница, она немного меняется. То есть, как видите, все видео, они уже не прокручиваются, а дальше идет раздел «Завершенные прямые трансляции». То есть, ну, это такая функция YouTube, а на это повлиять, к сожалению, никак невозможно. И также здесь есть раздел «Завершенные трансляции». То есть, если его выбрать, и если на канале трансляции были, то они будут показаны. То есть, это как раз те видео, которые сохранены после записи прямых эфиров. Вот они все и отображаются, которые есть на канале, которые в открытом доступе. То есть, по умолчанию, самый удобный вид – это загрузки. То есть, загрузки – это все видео подряд, в том числе и записи прямых эфиров. То есть, вот. И в таком виде можно увидеть как раз все видео, которые существуют на канале. То есть, сколько бы их тут не было. Дальше полезная функция – это сортировка, которая доступна вот здесь по знаку «Упорядочить». То есть, нажимаем на него, и можно выбрать сортировку. Самое популярное, старое, либо новое. По умолчанию, стоят всегда отображения самые новые. То есть, чтобы в самом верху были самые свежие видео. Можно поставить, например, самые популярные. Тогда можно посмотреть на канале, какие видео собирают максимальное количество просмотров. То есть, тогда сортировка будет выдаваться в порядке убывания количества просмотров. То есть, на первом месте будет видео с максимальным количеством просмотров, дальше меньше, меньше и так далее. И таким образом можно отсортировать весь канал, посмотреть, какие видео популярны на канале. Если хотим посмотреть, когда были загружены, допустим, самые старые видео, выбираем сортировку. Дата добавления сначала старая. И тогда самое старое видео будет стоять самое первое. То есть вот видим вот эти видео. Но никто не будет отрицать, что когда большинство людей начинают вести свои каналы, они начинают снимать какую-то дичь. Ну вот возможно у меня тоже какая-то дичь, я этого не стесняюсь. Тем более, что эти видео не записаны еще на Nokia. Может быть кто-то из вас эти видео и видел. Ну в общем, это такая функция, возможность сортировки. Давайте вернем как было. Сначала новое. То есть вот классический, так сказать, вариант отображения канала и списка всех его видео. Теперь что еще полезное. Это поиск по каналу. Можете заметить, что есть две графы поиска. То есть одна, которая в самом верху. Но это поиск именно по всему ютубу. Глобально. То есть по всему сайту ютуба. И есть второй значок поиска. Это именно поиск непосредственно по каналу. По тому ютуб каналу, на который вы зашли. То есть в данном случае это по моему ютуб каналу. Ну давайте сейчас для примера попробуем найти это видео. То есть замена тосола. Допустим. Пишем замена тосола. И посмотрим. Вот все. То есть видео, которое максимально соответствует запросу, оно будет самое первое в поиске. Вот оно. Пожалуйста. И следующее, вот чуть ниже, замена патрубков. То есть здесь поиск работает не настолько, как бы это сказать, точно и тонко, как по всему ютубу. То есть это поиск просто, грубо говоря, по точному соответствию. То есть если точное соответствие есть, то можно найти. То есть видите, даже с ошибкой написал, но он все равно как бы нашел. Вот. И также здесь, если пролистать страницу поиска дальше, то каким-то образом ютуб еще подбирает и выдает там, возможно, похожие видео. Но здесь будут видео только с этого канала. То есть посторонних видео здесь не будет. То есть если мы задаем запрос вот здесь, вверху, то это поиск по всему ютубу. А вот здесь это поиск именно по каналу. По тому ютуб каналу, на котором вы находитесь. Также покажу еще одну полезную функцию, которая, возможно, иногда бывает полезна. То есть если вот этот поиск не всегда находит ту информацию, которая нужна, покажу вам этот поиск, классический поиск по странице. То есть для браузера это обычная HTML-страница. Страница с видео, с информацией, просто страница в браузере. И есть такая функция, это стандартная функция любого браузера. Но для того, чтобы ей воспользоваться, нужно максимально прогрузить видео, чтобы максимальное количество видео находилось на странице. Вот видите, каким-то образом ютуб не хочет прогружать. Сейчас страницу обновлю. То есть чтобы на странице отображались именно все видео, которые присутствуют на канале. То есть прокручиваем страницу, дожидаемся прогрузки и прокручиваем максимально, чтобы максимальное количество видео было загружено. Чтобы максимальное количество видео отображалось. У меня видео немало на канале. Есть, конечно, огромные каналы, у которых там несколько тысяч видео и так далее. Ну, допустим. То есть уже больше, чем было. Пускай будет так. Вот. И покажу способ. Давайте, допустим, нажимаем. То есть нажимаю сочетание клавиш. Ctrl-F. Латинское F. Открывается вот такое окно поиска. И давайте, допустим, пишем ремонт. Ремонт. И браузер по вот этому слову, по соответствию, будет искать все эти соответствия на этой странице. То есть если будем передвигаться под этим галочком вверх-вниз, то, соответственно, будем попадать на те разделы и то видео, которое будет соответствовать этому слову. То есть видим, слово, найденное на странице, оно будет подсвечиваться оранжевым цветом. Если два слова будут находиться рядом, то текущее будет оранжевым, следующее, либо предыдущее, будет желтое. И вот видим. Вот, кстати, полезная функция. То есть вот смотрите. Видео находится. Видео называется «Ручки москитной сетки. Самодельный вечный ремонт». Но слово «ремонт» мы не видим. Мы его не можем сейчас увидеть. А функция поиска информации по странице это видео нашло, поскольку в названии присутствует слово «ремонт». То есть вот можете видеть. То есть вот ремонт и здесь ремонт. И поэтому оно на нем как раз и остановилось. И следующее уже будет. Это вот ремонт штекера и так далее. То есть вот видите. Оранжевое это текущее, желтое это следующее. То есть в принципе иногда такой поиск тоже бывает полезный в плане поиска информации, если допустим вы не можете ее найти. То есть повторюсь еще раз. То есть Ctrl плюс F. Это стандартная функция любого браузера, который работает в абсолютно любом браузере. Будь то Chrome, Firefox, Opera, неважно. Это абсолютно во всех браузерах работает эта функция. То есть можно вот так вот информацию искать либо через вот этот значок лупы и писать здесь ваш запрос, либо через поиск по странице. Также вот здесь можете обратить внимание, появились вот такие галочки. Но это если YouTube канал автора расположен в стране, в которой поддерживаются дополнительные функции, то здесь могут быть дополнительные разделы. Например раздел спонсорства. То есть в Украине этот раздел не работает, он недоступен. Поэтому возможность пролистать есть, но здесь как бы ничего нет. Если, допустим, вы заходите на канал других авторов, где эта функция доступна, то здесь можете еще увидеть раздел спонсорства. То есть дополнительно. Будет дополнительная вкладка. Ну и давайте покажу на примере опять того же видео функционал, который доступен в плеере YouTube. То есть самый простой вариант. Запускаем видео. Звук отключу, чтобы он мне не мешал. То есть в разделе шестеренка настройки. То есть качество, думаю, это все вам известно. То есть в Full HD, ну то есть максимальное разрешение, в котором записано видео. То есть 1080, либо по умолчанию автонастройка. Также качество может пригодиться в том случае, если, допустим, вы смотрите видео через мобильный интернет, либо у вас не очень мощный компьютер. Если ваш компьютер не хватает производительности для того, чтобы нормально воспроизводить видео, то можно переключить качество чуть пониже. Допустим 720. На глаз разница, если в таком размере экрана, то она будет практически незаметна. Да, если видео развернуть на весь экран, тогда разница будет заметна. Также видео 480 пикселей вполне подходит для мобильного телефона, если смотреть на экране мобильного телефона. Но оно очень хорошо экономит трафик. То есть если смотреть в Full HD и смотреть в 480, то разница в трафике будет чуть ли не в два раза, грубо говоря, а то и больше. Поскольку размер файла с таким разрешением будет гораздо меньше, чем размер файла с таким разрешением 1080. Также в настройках доступны субтитры. То есть по умолчанию я их не делаю, но это стандартная функция YouTube. И он автоматически распознает человеческую речь, распознает достаточно хорошо. То есть да, есть ошибки, но всегда можно смотреть видео с помощью субтитров. И также можно субтитры автоматически перевести на другой язык. То есть для этого нужно, опять же, включить субтитры, чтобы они были включены. Потом нажать шестеренку. Здесь выбрать перевести и выбрать язык, на который вы хотите, чтобы они были переведены. Ну давайте попробуем поставить английский язык и посмотрим. То есть видите, вот в принципе тот текст, который я говорю, YouTube его распознает и в автомате этот текст переводит на английский язык. Потому что бывает мне в комментариях попадаются люди, которые там пишут, я не понимаю, сделай видео. Я им отвечаю, включайте перевод в плеере YouTube, перевод субтитров. Мало ли, с какой стороны вы зритель и смотрите мои видео. То есть в принципе стандартная функция YouTube. Субтитры я не отключаю, они создаются автоматически. Да, есть ошибки, но они работают. Теперь полезная функция, например, я часто пользуюсь, это скорость воспроизведения. То есть, чтобы больше усвоить информацию в единицу времени и сэкономить свое время, я часто ставлю скорость воспроизведения x2. То есть скорость воспроизведения увеличивается в два раза. Но опять же это в том случае, если автор видео четко говорит, у него нормальная дикция, не глотает слова и так далее. Для себя я там не буду хвастаться, но свои видео я спокойно смотрю на скорости в два раза быстрее обычной и нормально распознаю. Поэтому если, допустим, какие-то мои видео вам там кажутся слишком длинные, можете ставить скорость в два раза быстрее и смотреть на увеличенной скорости. Либо там в полтора, так это точно можно смело смотреть. Ну и также есть функция замедления. То есть можно видео замедрить в четыре раза. То есть поставить скорость 0.25 и тогда будет фактически как бы покадровое воспроизведение. То есть если рассмотреть какое-то детальное видео, которое быстро происходит, либо что-то там в замедленном воспроизведении увидеть, то можно это сделать. Ну и вот сейчас заметил, что появилась настройка. То есть видите, вот такой ползунок для управления скоростью видео. То есть раньше его не было. Ну YouTube, я же говорю, постоянно усовершенствует что-то, добавляет там какие-то новые функции. То есть функционал постоянно меняется. Ну и теперь горячие клавиши. Значит в плеере существует для быстрого перехода по видео можно пользоваться кнопками номерной маленькой клавиатуры. То есть от 0 до 10. Соответственно каждая цифра будет соответствовать процентному соотношению шкалы времени проигрывателя. То есть если я нажимаю сейчас пятерку, видите шкала перескочила как раз на середину. Если девятку, то это будет 90% времени проигрывателя. То есть единица соответственно 10%. То есть от 0 до 10% с помощью номерной клавиатуры можно быстро перескакивать по шкале воспроизведения по длительности видео. Также есть функция по кадровому воспроизведению. Кнопки U и B. Ну либо точка и запятая. То есть U это на кадр вперед. Вот YouTube немножко задумывается. Видите, вот хомут немножко сдвигается. И точно так же кадр назад. Опять же это кнопка запятая, либо B. Либо фигурная скобка назад. То есть две эти кнопки, они сами по себе это кадр вперед, кадр назад. Но YouTube немножко, конечно, подтупливает. Опять же это все, пока команда передастся через интернет, дойдет до сервера, пока сервер ответит и так далее. И даст команду уже браузеру сделать это действие. Я так себе это представляю. Может и ошибаюсь, напишите в комментариях. Ну и горячие клавиши для быстрого управления скоростью. Это Shift зажать с кнопкой U. То есть вот видите, скорость меняется. Вот она максимальная 2. И точно так же с шагом 0.25 она снижается. То есть вот сейчас нормальная 0.75, 0.5 и 0.25. То есть 4 раза. То есть опять же с зажатым Shift клавишей B и U, либо точкой запятая. Это клавиши, которые быстро могут управлять скоростью воспроизведения. Ну и также эти быстрые кнопки, они доступны по нажатию зажатого Shift и косой линии. То есть вот я зажимаю, открывается вот такое окно. То есть здесь мы можем посмотреть, что касается плеера. Об этих кнопках забыл сказать. Сейчас скажу. То есть это быстро перемотать ролик вперед-назад. Предыдущее, следующее видео. Следующий кадр. То есть это покадровая, что я вам говорил, точка запятая. И вот уменьшить скорость, увеличить опять же с Shift. Ну это те же самые клавиши. То есть вот эта фигурная скобка, она расположена на запятой. И фигурная другую сторону, она расположена на точке. Ну и также можно здесь промотать. Быстрые клавиши к моменту видео, то есть в процентном соотношении. Это вот номерная клавиатура. Ну либо цифра от 0 до 9. То есть 0, 10%, 20% и так далее. Ну это клавиши касаемо субтитров. То есть увеличить размер шрифта и так далее. Ну это для панорамных видео. То есть если видео снято в 360 градусов, то тогда можно использоваться вот этим функционалом. То есть еще раз это меню включается. Оно по зажатой клавиши Shift. И косая линия открывается вот это меню. Ну и вот клавиши, допустим, кнопка K. Это пауза. То есть тот же самый функционал, как грубо говоря, пробел. То есть вот пауза. И вперед на 10 секунд это L, либо D. И назад на 10 секунд это J, либо русское О. Кириллица. То есть в принципе эти все функции, если вы не знали, то по зажатию Shift и косой линии, либо знак вопроса, это все функционал вы можете увидеть. И сейчас покажу. То есть это я открыл видео и вошел в свой аккаунт, который привязан к моему мобильному устройству. И вот я с этого аккаунта подписан сам на себя. И вот у меня, как вы можете видеть, кнопка серая. То есть я подписан. И у меня стоят включены все уведомления. Если вы мой подписчик и интересуетесь моим творчеством, то есть следите за моим каналом, то рекомендую вам настроить все уведомления. Тогда вы будете получать все уведомления, которые появляются на канале. Будет приходить уведомление на мобильный телефон, на электронную почту, там в общем везде. Если будет выход нового видео, либо буду запускать прямой эфир, там какая-то запись и так далее. Ну опять же это все на ваше усмотрение, но лучше всего, когда включены все уведомления. То есть тогда вы не будете пропускать выход свежего видео и можете в числе первых смотреть новое видео на канале. Ну и теперь, поскольку я уже в свой аккаунт вошел, покажу, как вы можете сохранить видео. Для этого нужно нажать на вот эту кнопку «Сохранить» и можно добавить видео в секретный плейлист, который будет доступен только вам. Никто этот плейлист, кроме вас, увидеть не сможет. То есть если мы ставим галочку сюда, автоматически создается плейлист, такая очередь, которая будет у вас всегда расположена в вашем аккаунте в библиотеке. И вы можете его смотреть. Либо можно создать новый плейлист, задать ему какое-то имя и настроить ему, допустим, доступ. То есть нажимаю сюда, можно здесь задать любое название и также сделать, выбрать конфиденциальность. То есть если вы сделаете для всех, то этот плейлист будет отображаться на странице вашего канала в разделе «Плейлисты». По ссылке, то есть никто не сможет этот плейлист увидеть, не сможет его загуглить, грубо говоря. То есть плейлист будет доступен только, если вы кому-то дадите прямую ссылку на него. Либо для вас этот плейлист будет секретным, никто кроме вас его не увидит. Тоже на ваше усмотрение. Если вы хотите какие-то видео, которые вы добавили в плейлист, допустим, каким-то образом рекомендовать вашим знакомым, можете сделать доступ для этого плейлиста для всех. И тогда все видео, чужие видео, которые вы добавите в этот плейлист, они будут общедоступны. Люди также смогут этот плейлист смотреть, если попадут на ваш канал. То есть вот такой функционал, если добавить видео в плейлист. То есть сохранить таким образом видео в плейлист не является нарушением авторских прав. То есть YouTube это позволяет. Это стандартная функция через... Как будто вы отправляете ссылку и рекомендуете посмотреть видео через ссылку вашим друзьям. То есть YouTube нормально воспринимается. Это можно запросто делать. Ну и теперь, если нажать на вот эту кнопку «Поделиться», то есть это то, что я призываю зрителей «Делитесь ссылкой на видео». То есть поделиться, открывается вот такое окно. То есть здесь можно скопировать ссылку, вот нажать здесь, либо сразу отправить ее в какую-то соцсеть. То есть предлагается там соцсеть, если, допустим, вы в Facebook вошли в аккаунт, то есть автоматически нажимаете на Facebook и ссылка улетает в ваш Facebook, либо в Twitter и так далее. Также сюда можно добавить начало, к примеру, проставить любое время, вот если поставим минуту 30, допустим, да, и скопируем теперь ссылку вот таким образом. То есть видим ссылка скопирована в буфер обмена. Если мы сейчас перейдем по этой ссылке, посмотрим, что произойдет. То есть это копирование ссылки с привязкой ко времени воспроизведения. Смотрим, воспроизведение видео начинается как раз с отметки минуты 30. То есть если вы хотите отправить ссылку на видео с какого-то определенного момента, чтобы начиналось воспроизведение, таким образом можно это сделать. Либо, допустим, вот ставим случайный момент, вот допустим 4.35. Правой кнопкой мыши нажимаем в окне плеера и копировать URL с привязкой ко времени. То есть выбираем, если для начала воспроизведения какого-то конкретного момента, именно вот этот пункт. Копировать URL с привязкой ко времени. Скопировали, теперь если, допустим, вот опять же вставлю и перейдем по этой ссылке, то смотрим, ссылка прилетает в таком виде и воспроизведение начинается именно как раз с момента, вот получается 4.35. То есть с того момента, с какого вы отправили. Допустим, если вы хотите отправить ссылку и человек начал смотреть с какого-то интересного момента, который вас заинтересовал, чтобы не смотреть все видео с самого начала до конца, а если, допустим, этот момент находится в конце, то можно вот таким образом делиться ссылкой на видео. Если мы просто копируем URL, то есть мы просто копируем чистую ссылку, то есть вот сейчас как будто бы она без всяких сторонних символов. То есть вот в таком виде. То есть вот смотрите, вот в каком виде это чистая ссылка, то есть она без всяких посторонних, скажем так, отметок YouTube. Через эти отметки в ссылке YouTube отслеживает распространение ссылки на видео, то есть какую-то свою такую статистику, скажем так. Также есть раздел лайки-дизлайки. Ходят новости в последнее время, что YouTube собирается скрыть показ дизлайков для зрителей. Ну, не знаю. YouTube постоянно что-то внедряет, какие-то новшества, и как правило анонсирует, вроде бы спрашивает мнение у авторов и у аудитории, но потом на это мнение благополучно плюет, поэтому как бы возмущаться по этому поводу, что YouTube что-то изменил, это бесполезное занятие. Сколько раз YouTube уже никому не прислушивался, менял дизайн, менял то, и кто помнит, лайки были зеленые, потом их сделали синие, теперь они стали серые. То есть недавно они были вообще такие полупрозрачные, возможно, это связано с тем, что YouTube постоянно что-то там меняет. Потом YouTube убрал стабилизацию видео в творческой студии. Ну, то есть возмущаться этим как бы бесполезно. Это YouTube, ему плевать на мнение аудитории абсолютно. В общем, с YouTube это надо просто как это принять и простить. Спорить с YouTube бесполезно. Так, ну и теперь я вышел из аккаунта, я сейчас покажу также функционал по поводу комментариев. То есть, вот, например, опускаемся. Здесь есть такой раздел упорядочить комментарии. То есть, по умолчанию они показываются сначала популярные. То есть, те комментарии, которые имеют отметки, они вверху списка. Можно здесь также поставить сначала новые, и будут показаны комментарии, которые самые свежие. И вот видите, когда из аккаунта я вышел, то есть, кнопка становится красная. Подписаться. То есть, если вы будете подписаны, эта кнопка у вас будет серая. Ну, и подписаться можно несколькими способами. То есть, вот здесь есть вот такая иконка. Каждый автор настраивает эту иконку на свое усмотрение. То есть, может здесь любая картинка. Я сделал такую картинку, подпишись на канал. То есть, можно нажать на иконку, кнопку подписаться, либо вот здесь внизу подписаться, либо я оставляю еще в описании ссылку. Подписывайтесь на канал, будет продолжение. То есть, если нажать, то ссылка открывается в таком виде и всплывает вот такое окно с приглашением подписаться. Ну и давайте расскажу еще об одной функции. То есть, я выбрал видео, в котором есть тайм-коды. Ну, возможно, вы знаете, возможно, не знаете. То есть, в описании вставляется вот такой раздел с тайм-кодами. Они выглядят как активная ссылка. И по нажатию на этот тайм-код воспроизведение перескакивает сразу на этот момент видео. Внизу под строкой воспроизведения есть вот такой раздел. И этот раздел, то есть, описан каждый тайм-код. Ну, я стараюсь так делать. Если видео получается слишком длинное, то есть, там, больше 30 минут, скажем так, то можно сразу вот здесь, в этом разделе, либо вот в этом разделе, либо, опять же, в описании, вот здесь выбрать тайм-код и перейти на нужную голову видео сразу к этому моменту, к примеру. То есть, опять же, это делается для удобства. То есть, вот, к примеру, хоп, нажал и момент сразу перескакивает на эту отметку видео. Ну, если знали, хорошо. Если не знали, то теперь будете знать. Надеюсь, вам также пригодится. Теперь еще один момент, который забыл сказать в разделе поделиться. Можно встроить. То есть, если вы веб-мастер, у вас есть свой сайт, блог там и так далее, то можете видео встраивать к себе на страницу ваш сайт. То есть, чтобы видео воспроизводилось в плеере на страницах вашего сайта, и зрители могли смотреть это видео непосредственно у вас. То есть, это, опять же, стандартная функция YouTube. По умолчанию в настройках канала я везде разрешил встраивание. То есть, можете смело встраивать мои видео. Это не является, опять же, нарушением авторских прав. Если мое видео будет воспроизводиться у вас где-то на вашем каком-то сайте, либо личном блоге. То есть, с точки зрения распространения, это наоборот хорошо, если видео воспроизводится на сторонних ресурсах. Ну, и вот здесь вот выдается вот такой HTML-код, который нужно будет скопировать и вставить на страницу блога. Также здесь можно задать начало. То есть, время воспроизведения. То есть, по умолчанию, если галочка не отмечена, воспроизведение начинается с нуля. И здесь можно отрегулировать, уже в скопированном этом коде, можно отрегулировать ширину и высоту. По умолчанию она задана, вот как выдает YouTube. Но если вы вебмастер, знаете, как этим пользоваться, то есть, обычному зрителю, в большинстве своем это лишняя информация, но если вы вебмастер, то вот здесь можно отрегулировать ширину и высоту вашего плеера. То есть, чтобы оно подходило под дизайн вашего сайта. То есть, можно сделать еще и так. Либо скопировать здесь, либо скопировать здесь. то есть и тогда встроить этот html код на страницу вашего сайта и блога. Ну и теперь логичный вопрос, ты же нам рассказывал про это все на компьютере, а как быть с мобильным телефоном. Ну и сейчас переключусь на мобильный телефон и расскажу, как это действует на мобильном устройстве. Кому интересно, не переключайтесь. Так, я включил запись экрана на телефоне и сейчас нахожусь в YouTube в режиме инкогнито. Ну давайте попробуем найти на главной странице какое-то мое видео. То есть нужно нажать на вот этот значок поиска. Ну попробуем через голосовой поиск. Пеликан, хулиган. Вот нашлось одно из моих видео. Нажимаем. Звук пока уберу, чтобы звук не мешал на всякий случай. Итак, если у нас плеер, ну телефон расположен в горизонтальном положении, то смотреть, конечно, гораздо удобнее. По нажатию на три точки можем выбрать качество воспроизведения. То есть по умолчанию YouTube выбирает сам в зависимости от настроек. Максимальное качество будет отображаться, в котором видео записано в данном случае это 1080p, то есть Full HD. Но также это может зависеть еще и от разрешения экрана вашего устройства. То есть если разрешение маленькое, возможно максимальное разрешение не будет отображаться. Также здесь по поводу разрешения, если вы используете мобильный интернет, то есть смысл поставить разрешение поменьше, то есть выбирать не максимальное 1080p, а допустим поставить 480p, либо 360p. В таком случае мобильного трафика будет израсходовано в несколько раз меньше, поскольку будет загружаться гораздо меньшего объема файлов для показа видео. То есть это все разные файлы. То есть файл 1080p, файл 720p. И чем меньше разрешение кадра файла, тем меньше он весит, тем меньше трафика будет израсходовано. Но это с точки зрения экономики. Для себя знаю, что 480p вполне нормальное качество для того, чтобы смотреть видео на экране телефона, хотя он запросто поддерживает 1080p. Опять же по нажатию на три точки в разделе скорость воспроизведения можно выбрать скорость. То есть по умолчанию обычная, можно поставить скорость в два раза. Скорость воспроизведения идет быстрее. Но по поводу перемотки, то есть для того, чтобы перемотать видео вперед, вот нужно нажим на несколько раз, ну два раза коснуться вот с этой точки, с этой стороны экрана. То есть я два раза касаюсь, 10 секунд вперед. Если касаюсь с обратной стороны, то это будет 10 секунд назад. Ну и также при касании экрана появляется полоса прокрутки внизу. И если будем двигать этот ползунок, соответственно, будет перемотка по видео. Ну это стандартный функционал, но он отличается от того, который есть на компьютере. Ну и теперь давайте поставлю, допустим. То есть если хотим рассмотреть, можно поставить скорость замедленную, допустим 0.25. Это будет как практически покадровое воспроизведение. То есть воспроизводится очень медленно. Но сдвинуть по кадрам, как на компьютере здесь, невозможно. Это что касается скорости воспроизведения и качества. И из-за одного пункта перезаписываю эту часть видео несколько раз, поскольку вот этот пункт, автор подсказки, он не отображался в тот момент, когда записывал видео с компьютера. То есть сейчас обновилась версия YouTube, и подсказки стали отображаться. То есть когда телефон находится в горизонтальном положении, нет, как сейчас, нажимаю сюда, и подсказки отображаются в правой части экрана. То есть те подсказки, которые автор канала добавил в это видео. То есть в данном случае я. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Ну такие тематические подсказки на тему, то есть про животных, что-то. Если телефон повернуть в вертикальное положение, и опять же зайти в три точки, и выбрать подсказки, то тогда подсказки будут отображаться под видео. И также для того, чтобы посмотреть описание, если мы пытаемся потянуть полосу снизу вверх, то отображаются похожие видео, но здесь будут видео уже глобальные со всего YouTube. Но описание здесь посмотреть невозможно. Чтобы посмотреть можно было описание, нужно повернуть телефон вертикально, и нажать на вот эту галочку. Вот здесь галочку нажимаем, и тогда можно почитать описание, посмотреть, что здесь написано, какая-то полезная информация. То же самое, как и, чтобы увидеть комментарии, нужно нажать на вот эти две галочки. Появляются комментарии, и здесь возможности их сортировки. То есть нажимаем на вот эти настройки, и выбирается сортировка. То есть сначала популярные по умолчанию, либо новые. То есть будут показаны самые свежие комментарии вверху. Ну за исключением, конечно, закрепленного. То есть я свой комментарий закрепляю, чтобы он был в самом верху. И также если мы держим телефон вертикально, то раздел «Поделиться», можем поделиться видео. В зависимости от того, какие приложения установлены на вашем устройстве, можем отправить ссылку сразу непосредственно, куда-то там, допустим, в Telegram, Viber и так далее. Либо скопировать ссылку. То есть если нажимаем «Скопировать», ссылка скопирована. Но здесь нет возможности поделиться ссылкой с привязкой ко времени. То есть ссылка копируется на все видео от начала до конца. То есть той функции, как на компьютере с привязкой ко времени, поделиться здесь нет. Ну и теперь как же попасть на канал. То есть, допустим, видео мы посмотрели, стало интересно, как перейти на канал. То есть если держим телефон горизонтально и тянем снизу вверх, появляется такая строка с кнопкой «Подписаться» и с названием канала. В моем случае Алексея Гончарова, в лайффиге. Если держим телефон вертикально, то внизу под каждым видео будет название канала, чье видео вы смотрите. Соответственно, нажимаем на сюда и попадаем на страницу канала. То есть видео я сейчас закрою. То есть вот мы по умолчанию попали на главную страницу. То есть как и на компьютере она выглядит не на 100% информативно, поскольку мы не можем посмотреть все видео. То есть вот есть прокрутка, но эта прокрутка, она не бесконечна. Вот, то есть и все стандартные разделы видео, плейлисты, сообщества, каналы, на канале и так далее. Самый информативный раздел – это раздел видео. То есть здесь точно так же мы можем смотреть все видео, то есть пролистывать, но нужно дождаться, пока будет подгружен. Также можно выбрать здесь сортировку, то есть упорядочить. То есть допустим, те же самые функции поставим. Самые популярные, допустим, сначала старые и возвращаемся по классике, как классический вариант, сначала новые, то есть когда самые новые видео, они вверху. И как вы можете заметить, здесь нету второго раздела поиска. То есть здесь раздел поиска, он глобальный. Нет раздела поиска именно по каналу. То есть чтобы найти видео, придется здесь искать на мобильном приложении вручную. Потому что вот этот значок поиска – это поиск глобально по всему YouTube. Ну давайте сейчас попробуем поискать по трубке. По трубке. Смотрим, что нам выдает. И вот как видим, здесь уже видео все подряд. То есть это поиск не по YouTube, а именно, вернее, поиск не по каналу, а именно поиск по всему YouTube. То есть вот главное неудобное отличие мобильной версии от классической версии для компьютеров. Ну и теперь сейчас я выйду из режима инкогнито и покажу, что еще может быть полезного. Так, я вышел из режима инкогнито и я на своем аккаунте, который привязан к телефону, подписался сам на себя, чтобы смотреть, как работает оповещение, приходит, не приходит и так далее. Как видите, у меня кнопка, она серая, то есть я подписан. И у меня включены здесь все оповещения. На самом деле полезная функция и она работает, работает хорошо. Могу вам это со всей уверенностью сказать, потому что, когда выходит видео либо начинается прямой эфир, оповещение приходит именно в телефон. И оно приходит быстро. То есть если видео публикуется там в 17.00, то в течение минуты, там 30 секунд приходит оповещение на телефон и приложение YouTube сообщает о том, что вышло новое видео либо начинается эфир. Поэтому если вам нравится то, что я делаю, вы подписчик, следите за моим каналом, то рекомендую вам настроить вот здесь, чтобы у вас тоже были включены все оповещения, тогда на телефоне вы точно оповещения не пропустите. И если, допустим, вот мы сейчас откроем какое-нибудь видео, любое, допустим, вот это, то вот здесь можно видео сохранить. То есть когда вы в аккаунте своем и нажимаете, оно добавляется в раздел «Смотреть позже». То есть этот раздел скрытый и никто кроме вас его не увидит. Либо можно вот сразу появляется новый плейлист, то есть как я вам показывал, можно создать плейлист и видео сохраниться на ваш плейлист, который вы хотите сделать. То есть в принципе все то же самое, но с небольшими ответственностью в плане поиска. Также надо сказать, что приложение YouTube постоянно обновляется. То есть вот этот раздел поиска сейчас его нет, но я точно знаю, что какой-то из версий какое-то время назад поиск по каналу был, потом его убрали. То есть разработчики постоянно что-то меняют, добавляют. там появляются какие-то глюки, баги, они их устраняют. Но если вы пользуетесь приложениями на мобильном устройстве, то вы прекрасно это знаете, что как это все работает. Также можете обратить внимание, что те видео, которые просмотрены, у них появляется такая красная полоса внизу. Если полоса полностью красная, значит видео просмотрено полностью. То есть так YouTube отображает, что видео просмотрено. Ну в принципе все то же самое, только с небольшими отличиями. В общем надеюсь, кому-то информация была полезна. Если что-то нашли для себя полезное, также напишите в комментариях, будет интересно почитать. Теперь, если вдруг у кого-то будут возникать трудности с поиском видео на канале, либо с каким-то там поиском видео, можете отправлять эту ссылку на вашим друзьям, если допустим они испытывают трудности с поиском информации на YouTube, либо в каком-то чьем-то YouTube-канале. В принципе информация универсальна подойдет для любого YouTube-канала. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что думаете об этом видео, было оно полезно-бесполезно. Ну и будьте здоровы, берегите себя. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексей Гончаров. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok